Новые правила хорошего тона. Продвинутые люди вместо «привет» говорят сейчас «привит». А если серьезно, все больше и больше людей считают вакцинацию осознанной необходимостью. В поликлинике номер 2 2-й городской больницы желающих вакцинироваться немало. Защитить себя от всем известной болезни решили, что называется и старый млад. Семья Липатовых пришла на вакцинацию, записавшись в регистратуре. Глава семейства признается, что в нынешнее время вакцинация стала и вопросом безопасности, и вопросом комфорта. Жить хотим. В прошлом году переболели коронавирусом и решили в этом году продолжить жизнь. Конечно, потому что люди мы в возрасте, а возрастные болеют чаще. Поэтому я считаю, что нам необходимо прививаться. Хочется ходить уже без масок. Лилия Латкова заболела COVID-19 в ноябре прошлого года. А сейчас, несмотря на имеющиеся в организме антитела, решила вакцинироваться. О разнообразии прививок много читала, обсуждала со своими знакомыми и, разумеется, с врачом. Для того, чтобы наши дети были лучше, будучи мы жили, я считаю, что каждый должен прийти на это дело. Я пытаюсь сама же вести с людьми об этом разговоры. На сегодня вторая городская больница вакцинировала около 6 тысяч человек. Здесь работают два стационарных пункта при двух взрослых поликлиниках и два мобильных пункта, которые выезжают на производственные предприятия, к маломобильным гражданам и в торговые центры. Часто задаваемый вопрос среди вакцинирующихся и тех, кто еще в раздумьях. Нужно ли привиться, если в организме уже есть достаточное количество антител? К сожалению, вирус мутирует и появляются новые мутации вируса. И те антитела, которые выработались в процессе заболевания, например, при болезни в прошлом году, осенью или летом прошлого года, к сожалению, не всегда защищают против новой мутации вирусов. И мы видим, что люди заболевают и пневмониями, и с тяжелыми осложнениями, даже имеющие антитела. Поэтому мы призываем всех даже, возможно, не проверять антитела, не тратить на это время, а сразу приходить в пункты вакцинации. Сегодня сделать прививку могут все желающие старше 18 лет при наличии паспорта, медицинского страхового полиса и СНИЛС.